Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем и мы продолжаем обозревать для вас турнир Кубок Танека. В сегодняшнем выпуске вас ожидает очень много интересного, поэтому подписывайся на канал, ставь лайк и поехали! Сегодня в программе Кубка Танека одна единственная игра между Акбарсом и Нефтехимиком Татарское Дерби. И специально для этого матча мы подготовили для вас интерактивчик, соединив лица игроков Акбарса. Попробуйте вместе с нами угадать их. Это Радулов и Заря, наверное. Я только по Заре поняла. Вячеслав Войнов, не могу сказать. Шпачев, да. Белялов и этот точно Галиев, да? Нет. Опять Войнов. Это самое легкое. Это Воронков по кудряшкам. И кто, подскажи мне. Воронков и Когорлицкий. Правильно. Так, это Мефтахов и... И еще кто это? Галиев, по-моему. Да. Шпачев и... Петров. Правильно. О, это Бурмистров и... И, 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 и... Есть идея. Но Бурмистров же правильно одинает, да? Да, Бурмистров правильно. Бурмистров и... Этого знают все. И Заря. И Заря. Правильно. Большая часть первого периода уже прошла, и Нижнекамский нефтехимик сумел первым открыть счет и поразить ворота казанцев на турнире Танека. После наброса от синей линии Белялов не смог зафиксировать шайбу, ее добил Сергей Купцов. А так, пока игра, не сказать, что особенно интересная, не слишком много опасных моментов. Акбарс вышел сегодня без своих лидеров. Поэтому будет интересно посмотреть, как дальше будет складываться игра, потому что хозяева уступают. Между прочим, помимо того, что мы смотрим на лед, мы еще смотрим и на трибуны. А там сидят два игрока. Салавата Юлаева, Евгений Тимкин и Евгений Бирюков. Пока у хозяев игра не идет, многовато удалений. Посмотрим еще одно большинство нефтехимика сейчас. Ой, как прошла под клюшечки-то, а? Ой-ой-ой. Опасненько. Ансель Галимов. У меня есть номер его жены. Галиев. И снова низом. Дважды, дважды. Да, Стас расстраивается. Очень хороший. Вот это большинство. Акбарсу придало импульс. Не идет игра во втором периоде. Голов нет. Есть большинство у тех и у других, но чего-то сегодня не хватает. Может, подустали ребята. Акбарс только вчера ночью, ну, вечером поздно закончил свой матч. И сегодня в пять уже начало. Поэтому, может, с этим связано. Нефтехимик сразу после матча уезжает домой. Ну, посмотрим. Надеюсь, что в оставшийся хотя бы третий период мы еще увидим голы. Остается 40 секунд. И Акбарс втроем. Концовка второго периода. Посмотрим, сможет ли увеличить свое преимущество нефтехимик, пока не могут даже в зоне встать и взять контроль. Вот она. 20 секунд. Ой-ой-ой. Как самоотверженно играет Илья Сафонов. Белялов героически отстоял свои ворота вместе с Сафоновым. И Акбарс все-таки ушел на перерыв при счете 0-1 не в свою пользу. Акбарс в начале третьего периода все-таки отстоял втроем и сразу же практически организовал штурм ворот нефтехимика. И сейчас идет просмотр игрового момента. Возможно, шайба все-таки оказалась в воротах. Все-таки шайбу засчитали. Мы ее, конечно, не увидели. И я так понимаю, судя по тому, что происходило, зрители тоже. Но мы обязательно найдем вам повтор и все покажем. А у нас уже 1-1. Так что все самое интересное нас ждет в оставшиеся 18 минут третьего периода. Акбарс в очередной раз удалился после заброшенной шайбы Маркинчевский. И сколько веревочки не видится, она всегда рвется. И вот нефтехимик все-таки наконец-то сумел реализовать большинство. И снова повел счете. Мы уже увидели две шайбы в третьем периоде. То ли еще будет. Кирилл Петров. Третий шайб мы забросили. Самое лучшее на стране. Мы видим. Ну что, сможете удержать? Ну сейчас ребята постараются. Дай бог. Вам удачи. Спасибо. Акбарс получил возможность поиграть в большинстве в концовке, чтобы сравнять счет. Но Кирилл Семенов в чужой зоне немножко неправильно сыграл. И заработал две минуты. Сейчас будет формат 4 на 4. А думаю, как шайба перейдет в зону нефтехимика, а Олег Знарок снимет голкипера. Так что нас ждет очень жаркая концовка. Остается минута 32 секунды. Пустые забьют. Нет, боже ты мой. Выехал уже в пустым воротом игрок и не забил. Как это случилось. Если сейчас Казань отыграется, это будет невероятная история. 5 на 4 игра. Ой, очень близок были. 20 секунд. Голд! За 11 секунд Кирилл Банюков. Невероятно. Судницын сейчас едва не привез момент. Ой-ой-ой, ноги сломали. Какой открытый хоккей пошел. Но Судницын, конечно, сейчас напожарил в своей зоне. И зачем он это сделал? Ну, я предсказал то, что таймаут взяли как раз для того, чтобы снять вратаря. Но нефтехимик одерживает вторую подряд победу со счетом 4-3. Олегу Валерьевичу респект за то, что снял вратаря. Должно было быть интересно. Но вот здесь, прямо у борта, прямо вот тут, против Семенова сыграли жестко. И он утратил равновесие, потерял шайбу. И, соответственно, шайба оказалась в воротах. Я так понимаю, что сейчас речь идет о том, чтобы пробивать штрафные броски. И это интересно. Но официальный матч завершен. Я, опять же, хочу поблагодарить команды за третий период. Очень было клево. Мы посмотрели голы. Мы увидели, знаете, вот эту перчинку сюжета, когда человек выезжает пустым воротом, не забивает. И в ответ команда пропускает. За это мы и любим хоккей. Болельщики покидают Татнефть-арену, а мы с вами идем на пресс-конференцию. Друзья, мы уже покинули Татнефть-арену. Пресс-конференция подошла к концу. Монтировать ролик уже будем непосредственно в отеле. Мы думали, что арена будет подсвечена как-то, но, к сожалению, ее особо не видно. Пресс-конференция мне здесь нравится в Казани, потому что мало кто задает вопросов. И, в общем-то, чтобы не было скучно, я сам стараюсь это делать. Поэтому, если вам интересно, можете переходить на официальный YouTube-канал Агварса и смотреть эту пресс-конференцию. Еще очень важную вещь хотел сказать вам в преддверии нового сезона. Это то, что у официального лицензиата континентальной хоккейной лиги магазина-атрибутика EndClub сейчас беспрецедентная скидка на покупку джерси своей любимой команды. По промокоду KHL15 можно получить скидку в размере 20%. Все ссылочки и подробности я оставлю в описании к этому видео. На этом все. Пишите в комментариях, пожалуйста, как вам опыт с угадыванием хоккеистов соединенных. Мы это, конечно, позаимствовали. Если вам понравилось, то обязательно пишите свой отклик, чтобы мы продолжали это делать. Обязательно напишите, что бы вы еще хотели видеть с этого турнира в Казани, потому что остается всего две игры. Завтра у нас будет играть и локомотив Салават. Послезавтра зеленое дерби Акбар Салават. Пишите все это в комментариях, пишите свое мнение по сегодняшнему матчу и вообще все, что вы думаете, все, чем хотите поделиться. Обязательно ставьте лайк этому выпуску, это помогает ему продвигаться в Ютубе. И, конечно, самое главное, что я хочу вас попросить в преддверии нового сезона, это чтобы вы не забывали, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго! А это бабочка, что ли? Я испугался.